У меня вот такой вопрос. Отопление можно подключать только в сезон, получается? Весна, осень или зимой тоже? Или все это взорвется? А какая разница? Я никому не должна денег, но и то мне тяжело, понимаете? У меня на кота 7 тысяч в месяц уходит. Максимально компания, еще раз, нацелена до конца года подготовить объекты, готовые для того, чтобы можно было заселять. Значит, получается, 2 ноября мы приходим, и здесь есть отопление, водоснабжение и экономизация. Вы раньше, чем через месяц? Я бы сказала Хамитову, что пора действовать, переходить от обещаний к действиям. Сегодня состоится очередная встреча дольщиков Серебряного ручья домов 9-10 с застройщиком. Мы, к сожалению, об этом узнали в последний момент. Вот примчались, будем снимать. До конца не знаю, о чем идет речь, но, видимо, все-таки о сроках в ходе строительства. Вот сейчас послушаем, посмотрим, поснимаем. Я предлагаю, там, где сейчас много, что сделано, и потом мы обязательно посмотрим все, которые вы захотите. У нас максимальная готовность из секции ГДЕ. Для дольщиков, я говорю, фактически много чего сделано. Минимальная готовность из секции В, Ж, И. На данный момент мы завезли материалы в Б-секцию, начинается отделка мест общего пользования, то есть материалы есть, то есть там можно увидеть, что они прям свежие завезены. Радиаторы закуплены, наверное? Радиаторы закуплены. Канализационные трубы горячего, холодного. Все есть, есть. Сейчас я прям вам все покажу. Вы меня на склад тоже сопроводите, пожалуйста, да, потому что меня... Ну, склад, ну, я... Виталий, у нас с вами диалога другого ведь не получится. У меня вот такой вопрос. Отопление можно подключать только в сезон, получается, весна-осень или зимой тоже, или все это сорвется? А какая разница? То есть они уже утеплены, то есть не заведены в дом. Соответственно, можно и в декабре тоже воду горячую поднять, да? То есть отопление, канализация, водоснабжение. А как только будет, соответственно, нам подадутся. Контур, иначе контур не замкнут, но это... Я поняла. Смотрите, какая ситуация, Виталий. Вот с момента, да, как только мы выходим на пикеты, какое-то движение на стройке начинается. Если, допустим, нужно активизировать нашего застройщика, мы будем на пикеты ходить постоянно, митинги каждые 2-3 недели устраивать. Это же не нужно. Отвечаю еще раз на вопрос, что активность у застройщика тогда, когда есть какие-то пикеты. Ну, смотрите, мы же с вами встречались месяц назад, да, чуть больше, то есть. Ну, по большому счету, большой активности не было, но это уже не значит, что работа не велась. То есть это, ну, напрямую это не связано. У нас просто уже все, людей выселяют, вы поймите, 5 лет снимать жилье чужое, да? Быть фактически на птичьих правах с двумя детьми с маленькими. Это же ненормально. У одной женщины, у Ирины, супруг просто не пришел ее в роддом встречать с ребенком. Он просто бросил, оставил на нее ипотеку у маленького ребенка. А вы знаете, какое количество семей распалось из-за вот этих проблем? Потому что люди не могут их постоянно решать. Просто сколько, вот я пока 4 года, да, сколько девочек развелись, вот. Весь скандал, говорит, за этой ипотеки, говорит. Ну, конечно, это защитная доказательность, конечно, вот эта вот повисимость. Вот у меня нет ни одного кредита, да, я за наличку, получается, квартиру приобретала, а автокредита тоже у меня нет. Я никому не должна денег, но и то мне тяжело, понимаете? У меня на кота 7 тысяч в месяц уходит, представляете, 7 тысяч. А у меня нет 2 детей. У меня нет 2 детей. 2 я не могу бы 7, 2, потому что 9 месяцев. Вот так вот. Пожалуйста, внимание все. Вот этому подъезду, да, чтобы все здесь порядок привести, нужно 1 месяц. Это не очень высокая секция, да. Вот, значит, получается, 2 ноября мы приходим, и здесь есть отопление, водоснабление и экономизация. Вы раньше, чем через месяц уже там подъезжали? Да, да, да. Ну, имеется в виду, вот, согласно графику, да. Потому что вы порядок 60, вы нас не должны обладать по глазам вашим вещам. Вы должны стараться, чтобы... Светлый человек, видно, да. Видно, да. Видно, что чай светлый. Вот у вас есть такой... Спортсменный, все профессиональный. Нет, видно, что спортсмен. Профессиональный. Просто люди прибавили, все ждут чего-то. Максимально компания, еще раз, нацелена до конца года подготовить объекты, готовые для того, чтобы можно было заселяться. От сегодняшней встречи вы получили какое-то удовлетворение или какой-то эффект? Вы что-то узнали, что-то поняли или вообще зачем собрались тут? Ну, все равно же, когда вот ход работы ведется. Ну, в тупиковой ценности это стоит. Ну, по-вашему, работы идут в этом доме? Ну, как, вроде бы идут, да. Мы там не заходили. В прошлый раз, вот мы когда приходили, там радиаторов не было, только проводка была. Сейчас уже... Сейчас радиаторы достоятся. Ну, я вот тоже поднимался. Места общего пользования, в принципе, готового. То есть, мне как мне показалось, то есть, вот лестничные пролеты и прочее, то есть, это... В квартирах, конечно, черновая отделка, но вроде как, так и должно быть, да? По договору, что черновая отделка, да? По договору, точно. По-моему, да, черновая. Ну, и вот ваше ощущение... Отопление, канализацию сделали. А, ну, вот это да, существенно. Ваше ощущение? Вот главный вопрос у всех. В этом году дома будут вот эти 9-10 издавать? Не знаю. Встреча состоялась. Много-много-много вопросов, конечно, было задано и по существу, и не очень. Безусловно, всех интересовал именно 9-й, 10-й дом, который вот, по моим ощущениям, ну, практически готов. То есть, со слов дольщиков и со слов застройщика, тут вроде как и отопление, и водоснабжение, и электричество уже смонтированы. Вот, ну, в разных секциях разное состояние, но вроде как все вот по такому-то финалу движется. Но самый главный вопрос, что вот, как представитель застройщика формулирует, мы к концу года подготовим к сдаче. Вот эта формула, конечно, очень сильно насторожила всех, и меня в том числе, потому что мы видим 7-й дом, который готов на 100% по утверждению застройщика, он так почему-то не сдается. Вот, бьются там, значит, с принимающими органами власти и так далее, и так далее. Заявления были о том, что, дескать, уже и есть некие признаки того, что принимающая сторона намерена тормозить сдачу 7-го дома. Я не знаю пока, насколько это достоверно, но вот та же судьба фактически может постигнуть и 9-й, 10-й дом. Если даже к концу года дом будет готов на 100%, то не факт, что он будет сдан. В общем, это к тому, что мы и предполагали, что обстановка 9-м, 10-м домом Серебряного ручья, в общем-то, неоднозначная. Хотя, ну вот, действительно, глазами мы какие-то изменения видели, какие-то работы действительно внутренние уже закончены, какие-то идут. И даже несколько рабочих видели на стройке, что для этого объекта, в общем-то, в последнее время является необычным. Рустам Закиевич, я хочу обратиться к вам. Вы обещали на смещание, что каждый день будет решаться вопрос по какому-то объекту. И что в 20-м году уже таких недостроев, как наш, не будет вообще. И что у вас есть и методы, и способы решать эту проблему. Поэтому решите, пожалуйста, нашу проблему. Наши депутаты неправильно маленько работают. Ну, я, конечно, не сужу их, но, тем не менее, должно быть грамотное распределение законов и всего самого другого. Грамотного, в общем. Чтобы предпринималось что-то, чтобы люди не страдали. Я бы сказала Хамитову, что пора действовать, переходить от обещаний в действие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова